Пост у нас с вами начался. Пост, как известно, время покаяния. Все мы это все с вами знаем и понимаем, что надо в грехах каяться, что без покаяния вообще к Богу дороги нет. Евангелие начинается с покаянных слов. Правда же, Господь, выходя на проповедь, сказал «покать, ибо приблизилось Царство Небесное». Действительно, если человек не пожелает меняться и не будет меняться, то о каком спасении речь может идти? Все, опять же, это мы с вами принимаем. Но существует проблема у нас. Проблема в том, что чаще всего грех человек видит когда? Когда согрешит. Правильно? То есть мы во что-нибудь вляпаемся и начинаем тогда ныть. Плохо, больно, тяжело, Господи, помилуй. И это правильно на самом деле. Хорошо и хорошо Господа прощения просить. Ну а дальше мы видим, что очень быстро мы успокаиваемся с вами. Успокаивается человек. Ну и как-то чувствует себя довольно неплохо. И, как правило, до следующего грехопадения у него бывает. Знаете, даже вот есть такая поговорка, не поговорка, слышал такое высказывание, что, мол, покаялись, теперь можно снова грешить с чистой совестью. Ну, к сожалению, вот так оно у нас и бывает. Хотя казалось бы, да, ведь ты бы раскаялся, почему же снова ты возвращаешься. Ответ на то есть на самом деле. У нас есть очень много грехов, которые мы не осознаем. Мы свою греховность, как правило, не чувствуем. Мы видим грехи, как какие-то поступки, а вот корни грехов, страсти, видеть мы часто не можем. Это мучиться надо. Нужно учиться покаянию, нужно учиться покаянному настрою. И вот для этого очень часто порой человеку важно изучать грехи даже. Вот то есть что, какие они бывают. Вот и мне, как священнику, порой приходится слышать на исповеди такое, что вот я не знаю, в чем каяться. Вроде понимаю, да, что вроде как бы грешники мы все. А в чем же каяться? То есть у нас порой настолько замыливается зрение на самого себя, что то есть как-то вот вроде бы понимаешь, что... Ну я же вроде бы не могу сказать, что я чист. Но с другой стороны вот и особо-то ничего и не было. Все это предисловие. Мы с вами однажды начинали эту книжку читать. Кто-то ее читает, кто-то ее читает постоянно. Кто-то, может быть, ее никогда не видел. Называется «Опыт построения исповедей». Все такое видели. Очень хорошая, замечательная книга. Особенно рекомендуется тем, кто только-только пришел в церковь, кто еще первые свои шаги такие вот покаянные пытается выстроить. И вот этому человеку особенно полезно эту книгу читать. Ну а мы с вами пока пост великий идет, попробуем ее почитать вместе. Ну и воспользуемся еще случаем, еще вот так вот всенародно. Идите-ка поближе сюда. Что вы где-то стоите там? Где-то далеко. Порассуждаем о нас с вами. Все мы с вами одинаковы, потому что в этом плане. Все имеем нужду и в покаянии, и в очищении. Но еще раз скажем, чтобы каяться, надо хотя бы понимать, что со мной происходит. И вот здесь, конечно же, в первую очередь помогает нам Слово Божье. Читая Евангелие, читая вообще Священное Писание, мы видим заповеди Божии. И по ним, конечно, каждый человек может себя проверять. Читая Святых Отцов, постоянно, в общем-то, видим разговор об одном и том же. О покаянии и спасении человека. Ну и здесь вот, да, пресно памятный отец Иоанн Крестьянкин, будучи еще тогда духовником Сколопечерской обители, вот так вот потрудился, потрудился, создал для нас такой вот труд, который был записан, и вот такой книжечкой был издан. Давайте почитаем немножко. Еще раз, Даш, хочется что здесь упомянуть. Слова эти были сказаны довольно давно уже, да, это было в 80-е годы. Ну, в общем-то, и ситуация в стране поменялась с тех пор, причем очень сильно. Ну, в общем-то, может быть, даже где-то и люди поменялись в каком-то плане. О чем я говорю, о том, что нельзя эту книгу называть как бы исчерпывающей, что, мол, вот все вот тут, это вот абсолютно то, что есть. Нет, здесь лишь опыт построения исповеди. Человек попробовал, и мы можем взять пример, соответственно. Вот на основе рассуждений и размышлений отца Иоанна попробовать рассуждать и размышлять самим, чтобы нам самим, когда мы будем готовиться к исповеди, готовиться к причастию и вообще свою жизнь христианскую устраивать, могли вот этим всем пользоваться. Мы собрались здесь, чтобы принести Господу очередное покаяние. Хотелось бы предварить исповедь несколькими словами. Всякий из нас по мере сил и возможностей старается в обыденной жизни соблюдать чистоту в жилище и опрятность в одежде. А есть некоторые особенно чистоплотные люди, которые ревностно поддерживают чистоту и порядок. И как озабочен такой человек, если по каким-либо обстоятельствам этот порядок и чистота нарушается? Есть ведь такое в жизни, правда? Все мы с вами не очень любим быть чумазыми и неопрятными. Как-то так вот воспитаны с детства. Это очень хорошо и правильно. Также человек, привыкший следить за чистотой своего сердца и опрятностью своей души, не может жить без покаяния. Такой человек ждет и жаждет очередной исповеди. Как иссохшая земля ждет оживительной влаги. Как говорил псалмопевец Давид, «Душа моя, как земля безводная тебе». Можем представить себе земля пересохшая, как она впитывает влагу. И вот здесь, кстати, можем для себя сделать такую маленькую остановку. Пишется, человек, привыкший следить за чистотой души и сердца своего, он жаждет исповеди. И вот может каждый задать себе вопрос, у меня вот это так происходит или нет. И вот есть вот эта жажда очищения. Есть ли вот эта живая потребность в богообщении, да и в предварительном таком наведении порядка в своем сердце. Ведь если не так, то это значит, о чем говорит, мы еще к чистоте или не привыкли, или мы еще и не знаем просто даже, что это такое чистота души. Представьте себе на минуту человека, не смывавшего с себя телесную грязь всю жизнь. Вот и душа требует омовения. И что было бы, если бы не было таинства покаяния, этого целительного и очистительного второго крещения? Все, наверное, видели не раз, а может, с детства помнят, что бывает, когда зимой потеплеет, и дети катают снежные шары. Возьмут крохотный с кулак шарик и покатят с горки. В мгновение ока этот шарик превращается в огромный, не в проворот ком мокрого грязного снега. То же происходит и с греховным состоянием нашей души. Последите за собой. Вы, например, искреннейшим образом со слезами покаялись, причастились к святых христовых тайн, и какой мир и покой на сердце. Но вот, идя из храма, вы кого-то встретили, и в разговоре неосторожно бросили маленький комочек осуждения в свое сердце. Все. Лавина тронулась с места. Посмотрите теперь, с какой молниеносной быстротой будет наматываться греховный ком. Правда же? Бывает же вот такое. Вот тоже, кстати, всем для нас сразу же задание. Вот многие из вас завтра будут причащаться. Следите за собой после причастия. Не лишайте себя Бога. Следите особенно за своим языком. Да, за помыслами мы не умеем, наверное, следить еще, но за языком следите, чтобы лишнего не сказать. То есть сегодня слышал такую историю, рассказали про один из афонских монастырей, и там правило такое у братья есть. После вечернего богослужения они перестают разговаривать. Вот все расходится, и все, и дальше уже тишина. Совсем нигде, ни с кем и никак. И вот человек, который был в том месте, присутствовал на этих службах, он сказал, оказывается, как вообще это здорово, как вообще это очень хорошо для души. Он говорит, в какой же мы суете на самом деле живем? Как мы сами себя мучим вот этой бесконечной болтовней? Вот такой вот пример. У нас существует еще домашнее покаяние. Вечером на молитве вспомнить, чем досадил Господу за день, не покаяться. А опытные духовники и наставники вообще советуют не откладывать покаяние, а как покривил совестью согрешил, сразу же укорить себя и просить у Господа прощения. И Господь простит, ибо сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Однако тяжесть этого кома греховного, который мы успеваем накатать в душе, будет давить до тех пор, пока над головой искренне покаявшегося грешника во время Таинства Исповеди не будет прочитана священникам, имеющим по благодати священства власть разрешать грехи, разрешительная молитва. Это ощущаем и переживаем и грешные люди. А вот что зримо видели люди святые. Последнему оптинскому старцу Нектарию перед его кончиной в 1928 году приехала духовная дочь. Когда она подошла к нему, старица благословил ее и сказал, тебе надо исповедоваться, над тобою туча бесов. Вот кого привлекает к нам душевная грязь. Еще хочется сказать, по окончании Таинства Исповеди перед прочтением разрешительной молитвы священникам читается молитва о принесших покаяние. Обратите внимание на слова этой молитвы. «Прими и соедини его, то есть кающегося, святой Твой церкви, о Христе Иисусе Господе нашим». Как это примирить с церковью? Мы же ходим в храм, молимся, поем акафисты молебны, исполняем клиросное послушание, например. И вот оказывается, что грехами своими мы уже давным-давно отлучены от Бога. Благодатно внутренне в общении с церковью. Мы своими грехами перерезали духовную связь, пуповину, через которую наши души и дух питаются благодатью Духа Святого. Вот и молится священник, совершающий Таинство Исповеди о присоединении нас, отвергнувших самих себя греховной жизнью от церкви. Вот тоже очень важные вещи. Это вот, к сожалению, очень часто люди просто даже не знают. Не знают, а порой даже и знать не хотят. И живет вот так вот человек годами, накапливает себе вот эту грязь духовную, не кается, не очищается, и думает, что я же все равно христианин. Я же в Бога верую, да, то есть, естественно, и Господь меня спасет обязательно. Так вот надо понимать, что без покаяния, опять же, спасение невозможно. Если ты от грехов своих не освобождаешься, ты сам себя лишаешь спасения, лишаешь себя Бога. Вообще-то мы должны явиться на исповедь, уже обдумав свои поступки, уже оплакав пред Господом свою греховную жизнь. И должны каждый принести личное свое покаяние пред Крестом и Евангелем. Прежде чем начать каяться, мы должны всем все простить. Простить без промедления сейчас же. Простить по-настоящему. А не так. Я тебя простил, только видеть тебя не могу. И говорить с тобой не хочу. Надо немедленно так всем и все простить, как будто бы не было никаких обид, огорчений и неприязней. И вот только тогда мы можем надеяться получить прощение от Господа. Вот тоже вот правило. Такое вот условие, которое нам Господь ставит. Помоги нам, Господь, в эту минуту всем все простить. Однажды во время земной жизни Иисуса Христа подошел к нему некий законник и спросил, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И получил ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и ближнее в твоего, как самого себя». Вот наши главные заповеди. Это любовь к Богу и ближнему своему. Но так как наши обязанности к Богу и ближнему разнообразны, то и заповеди разделены Богом на десять. И представлены таким образом, что первые четыре имеют отношение к Богу, а прочие шесть к ближнему. Здесь имеется в виду заповедь ветхозаветный. То есть здесь за примерным даются они, что на основании их мы можем попробовать построить исповедь свою. Хотя мы с вами потом будем говорить, что десятью заповедями, конечно же, не ограничивается наша с вами жизнь и наши с вами вот эти вот правила богообщения и отношений друг с другом. Но мы с вами попробуем начать с этого. «Господи, прими наше посильное покаяние». Итак, первая заповедь. «Аз есмь, Господь, Бог твой, да не будут тебе боги иные разве мне». Вот тоже, кстати, здесь еще с вами сделаю маленькую остановку. Заповеди. «А знаем ли мы вот заповеди?» Вот наизусть. «Знаем ли мы, что они обозначают?» «Можем ли мы кого-то им научить?» Вот порой из человека спросишь, знаешь, заповеди знаю, какая первая? И что начинается? «Не убей, не укради». А ведь смотри, с чего начинается. «Я, Господь, Бог твой, да не будет тебе боги иные разве мне». То есть Господь, что человеку говорит, что человек, если ты желаешь быть со мной, ты должен быть со мной. Ничто не должно Бога закрывать в нашей жизни. Вообще, кстати, эта заповедь, она очень и очень обширная. Так вот, если посмотреть, что у человека в жизни на первом месте чаще всего бывает? Да все, что угодно. Все, что угодно, только не Господь Бог. О Боге мы вспоминаем иногда, иногда. Когда на молитву встаем, когда в храм идем, когда что-то надо попросить и так далее. А во все остальное время, к превеликому сожалению, вот эту заповедь нарушаем. Ну, давайте будем тут по порядку рассуждать. Какие же обязанности должны мы иметь в отношении к Богу по этой заповеди? Первое. Мы должны иметь истинное познание о Боге. А имеем ли мы это истинное познание о Боге? Нет, Господи, мы не имеем правильного понятия о Боге, о православном учении нашей веры, о церкви, членами которой мы являемся по принятии святого крещения. Господи, прости нас грешных. И вот это ведь действительно так. К превеликому сожалению, очень часто ленится человек узнать самое главное в своей жизни. Узнать, а какой Бог? А что же он желает? А в чем воля его заключается? А как я должен к нему относиться? Человек крестится к крещению, к сожалению, часто не готовится. После крещения не начинает жить жизнью христианской. Опять же, почему? Потому что просто не знает, а что же делать дальше. Для него церковь остается чем-то, знаете, таким, знаете, такой вот закрытый клуб, куда отпускают каких-то особых людей. И все, собственно, мне там делать нечего. Я там ничего не знаю, мне там и неинтересно, соответственно. Да, я в Бога верую как-то, вот как-то, как-то по-своему. А как по-своему? А как настроение меняется, так я в Бога и верую, в общем-то. Выдумываю, придумываю. Внимание мое постоянно мечется за какими-то новыми там данными, новыми какими-то словами. Там где-то что-то новое появилось религиозное. Это мне интересно, это мне интересно. И так вот человек может всю жизнь свою пробегать, пытаясь что-то узнать. И так на самом деле Бога и не познать. Часто человек оправдывает себя, что вроде как бы никто не научил. Ну, в какой-то степени это верно. И действительно, если, скажем, ребенок растет и не знает молитв, не знает заповедей Божьих, не знает каких-то обычных правил, обычного доброго поведения. Ну, кто виноват? Виноваты родители. Это понятно. Родители, воспитатели, те, кто находится рядом. Но если, извините, тебе уже больше 10 лет ребенок, то, простите, уже не столько они виноваты. А где твой-то интерес? Если ты еще старше, если ты уже повзрослел. Знаете, когда человеку 50 лет и говорит, что меня в детстве не научили заповедям Божьим, ну, извините, ну, это стыдоба. Ну, что такое? Ну, тебя за ручку, что ли, водить? В 50 лет уж мог бы постараться, позаботиться. Да, не научили. А где потом-то ты был? И так далее. Ни в коем случае нельзя себя оправдывать. Нельзя. Потому что, вот знаете, Господь говорил, кому много дано, с того много и спросится. Вот мы с вами живем в такое время, когда очень много нам дается. Вот именно вот в этом смысле. Мы с вами можем очень много чего узнавать. С вами можем учиться духовной жизни. Можем практиковать духовную жизнь. Сейчас время благоприятнейшее. Возможно, такого времени не было даже никогда. А может быть, больше никогда не будет. Мы же не знаем, когда оно закончится. Правда же? Вот так вот проживать свои дни день за днем, год за годом. И считать, что, мол, я ничего не научен, ничего знать и не буду. И так вот и живет человек по своему настроению. Можно идти в храм ходить и быть далеко-далеко от Бога, на самом деле, своим сердцем. «Спроси-ка свою совесть, дорожим ли мы каждым богослужением в храме? Внимаем ли мы тем молитвословиям и песнопениям, какими молится церковь?» Задим себе вопрос. Дорожим ли мы этим? Дорожим, наверное, как идеи. Мы поймем, что это надо. Правда же, что надо в храме быть, надо на молитве стоять, надо быть внимательными. Но что нам мешает, например, быть внимательными? А мы не знаем, опять же, что происходит. Чаще всего. К сожалению, единицы берут на себя труд. Знаете, вот взять какую-нибудь книжку, прочитать, а что такое за служба вечером служится? Вот сегодня у нас с вами было воскресное, все начинают в день. Из чего она состоит, что там было, что это обозначает? Почему там то поют, то читают? Почему там священник с кадилом туда-сюда доходит? Почему царские врата тут открываются и закрываются? Что же за этим стоит? Знаете, мы привыкаем к богослужению как таковому, но, к сожалению, мы часто не участвуем в нем, опять же, за того, что мы не знаем, что происходит. Этому нужно учиться, учиться, дорогие наши, учиться нам всем. Не то, что я говорю, я тут умный такой, нет, ни в коем случае. Мы все с вами в одном состоянии находимся. А когда человек не знает, что происходит правильно, он и сосредоточиться на этом не может. Ему это неинтересно, непонятно. Особенно, знаете, человеку современному, наверное. То есть человек приходит, имея за собой образование среднее, образование высшее, то и не одно высшее образование, и он умеет читать, писать, он может о чем-то рассуждать, размышлять, разговаривать. А приходит сюда и понимает, что я вроде бы понимаю слова, но не понимаю, о чем они. И для него это шок, что я вроде бы привык к жизни, все понимаете, но я вообще ничего не понимаю. А какая дальше реакция у человека, закрыться от этого всего, что ой, нет, 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 вот, вот, пойду-ка я куда-нибудь. А мы-то с вами люди воцерковленные, ведь должны не только ради самих себя что-то знать, мы еще должны кого-то научить этому самому, рассказать человеку, что вот то-то и то-то происходит. Не просто сказать, что здорово было, да, радостно, как-то душе было приятно, все замечательно, пели-то как красиво. Это все чувства и эмоции. Надо донести смысл сначала до себя, а потом уже до других людей. Вот вам школа, вот самое нужнейшее, самое истинное, истиннейшее богословие, вот самая покаянная молитва и самые вдохновенные словословия Богу. Это во время богослужения. Питаем ли мы всем этим разум и душу? Нет, Господи, прости нас грешных. Мы не любим приходить в храм к началу богослужения, протискиваемся куда-то сквозь людей во время службы, толпимся, громко разговариваем у свечного ящика, переходим с места на место, сами не слышим, что читается, поется, и другим мешаем, ничего не черпаем из этого источника истинного богословия. Бывает такое у нас? Бывает. Прости нас, Господи. А некоторые еще считают себя слишком начитанными, всезнающими. Но это другая крайность уже. Кто крайность, ничего не знаем, кто крайность, кажется, что вообще все знаем. Так вот, кто-то себя считает прям всезнающим. И такие еще с раздражением, осуждением слушают. Что, мол, он завел опять про одно и то же? Это когда священник проповедь говорит. Совсем забывая о том, что священник, стоя стоящий на амвоне, стоит как бы на камне, отваленном от двери гроба Господня. И не может быть без пользы слова благовествования со святого места. Даже само убогослово Самвона всегда учит истинном православии. Господи, прости нас отметающихся словес Твоих. Мы не читаем душеспасительных книг, отговариваясь, что их сейчас нет. Ну, это вот, сейчас книги есть. Сейчас уже информация тут устаревшая. Да вот даже когда их не было, все это были на самом деле злые отговорки. А книгу всех книг Святой Евангелия мы читаем. Евангелие есть почти у каждого из нас. А если нет до сих пор, то это по величайшему нерадению. Получаемся ли мы из этой книги жизни? Святая Церковь положила на каждый день обязательное чтение Евангелия и апостольских посланий. Допустим, что не каждый может проследить и выполнить, да, что в храме на богослужении читается. Но кто мешает нам ежедневно прочитывать хотя бы по одной главе? Вот так вот, по порядку. Начал сначала и читай. И так вот всю жизнь. Сам читай, детей своих научи. Сложно ведь в этом ничего нет, правда же. А если ты ребенку привешь вот это вот усердие к чтению Священного Писания, ну это, знаете, это как наследство ставить. Это гораздо важнее и ценнее, чем, знаете, там, не знаю, какую-то квартиру переписать потом на своего наследника. Это гораздо важнее. Многие ли из нас, кающихся сегодня, хотя бы один раз внимательно прочти Евангелие, апостольские деяния и послания? Новый Завет от начала до конца. При великому сожалению, вот эти слова, да сколько лет они уже назад? Больше 20 лет назад они были сказаны. Время поменялось, но ситуация, к сожалению, повторяется. При великому сожалению, сейчас находятся люди, которые годами, годами, годами в Храме Божьем есть Господь позвал человека к себе. Но человек не знает Евангелие, не читает его. Или читает только Евангелие, никогда не читал апостола. Вот бывает такое. Вот люди никогда не читали апокалипсис. Вот, кстати, может быть, из-за этого, от того, что человек ни разу эту книгу не открывал, для него слово апокалипсис связано с какими-нибудь голливудскими боевиками. И говорят, апокалипсис, знаете, что-то какие-то катастрофы, какие-то войны, что-то все там оно сгорит, еще что-то. С чего вдруг взяли? Ведь слово апокалипсис, как переводится, откровение. Откровение, оно богослово, еще так эта книга называется. То есть Господь открывает до последней судьбы мира. Это же, кстати, просто очень интересно. Почему человек бывает для себя это куда-то откладывает на потом? Вообще почитать, а как? Ведь, смотрите, еще у нас кайсдача стоит. И там о ком написано, об антихристе написано в том числе. У нас вот тоже относительно этого персонажа, который будет однажды в истории, каких только нету басен, каких только нету всяких суеверий, каких только нету страхов. Ну вот такое вот дело. А почему? Кроме всего прочего, что человек порой даже не потрудится вообще почитать о нем. А что же там написано? Что же там будет? И так вот человек и живет, и боится прихода антихриста. Боится. Вот все там пытается сопоставить, какие-то признаки, какие-то события, еще что-то. Боится, что он как-то попадет под власть антихриста. Это, знаете, страх, он в какой-то степени понятен, действительно. Не хотелось бы, не хотелось бы, да, вот с этим таким злодеем быть заодно. Но всегда поражает, а почему человек, боясь антихриста, он забывает об одной важной вещи. Ведь потом-то что будет? Что у нас написано в Апокалипсисе, в последней книге Нового Завета? Придет Господь Иисус Христос, убьет того духа муст своих, зло закончится. Да, будет там три с чем-то года на земле, это вот такое злодеяние творится. Но потом-то придет Господь. Почему боимся прихода антихриста, но мы не готовимся к пришествию Спасителя нашего? Для нас кто главнее-то получается, что важнее-то для нас? А то же, почему такое? Вот тоже это ум не просвещен Священным Писанием. Прости нас, Господи. Мы не только дома не читаем Евангелие, но и в храме его не слушаем. Благоговейное поведение в храме обязательно всегда. Да, во время чтения Святого Евангелия мы должны замереть и с наклоненной головой внимательнейшим образом слушать. Прямо замереть в этот момент. А мы хорошо еще, если внешне не толкаемся в этот момент. Это бывает с нами. Прости нас, Господи. Хорошо еще, если не передаем свечки, тем самым не отвлекаем внимания других. Кайтесь, Господа, кто виноват в этом. Хорошо, если, пользуясь как бы пустым временем, тут в кавычках написано, в Сумку Сеслу, ужас, Евангелие читается. Для кого-то это, может быть, пустое время. Вроде, я все равно непонятно. И ладно, давай займусь какими-то своими делами. Ужас. Так вот, пользуясь как бы пустым временем, не лезем поправлять свечки или зажигать лампадку. Кстати, такое бывает у нас вот тоже. Ладно, вообще во всех храмах специально обученные люди обычно стоят у подсвечников. Но, тем не менее, порой на кого-то нападает такая особая ревность, что как, надо обязательно пойти свечи поправить. Если я это не сделаю, все же пропадет обязательно. Будет какая-то беда. Остановись, успокойся. Ничего шуметь. То есть, знаете, вот как у нас полы скрипят. И начинается такое в тишине скрипение. Ну, что это такое. Сами себе мешаем. Хорошо, если не отвлекаем окружающих пустыми разговорами. Хотя и в этом мы грешены. Прости нас, Господи. Но если мы даже внешне не нарушаем этого момента богослужения, многие ли из нас чистосердечно могут сказать, что с предельным вниманием слушают слова Священного Писания? Не скользят ли слова по поверхности слуха? Не достигая не только сердца, а просто ума, который блуждает в этот момент не весь где. Господи, прости наше невнимание, нашу дерзость, наши легкомыслия и холодность, которые мы проявляем к слушанию того чтения, которое предлагает нам Церковь во время богослужения. Принеся сейчас покаяние Господу, положим, с того вот дня, да вот с сегодняшнего, для этого, потому что не нужен никакой особый подвиг, как только начинается чтение Евангелия, также апостола и вообще Священного Писания в храме, прекратить все посторонние дела, всякое движение, наклони голову, внимательным образом внимать словам Евангелия. Помоги нам, Господи. Можем мы с вами это дело сделать? Ну, конечно, можем. И надо делать обязательно. Ну ладно, на этом мы сегодня с вами закончим. В следующий раз будем с вами продолжать. Ну, вообще, да, очень полезно каждому себе эту книгу дома иметь. И вот особенно великим постом ее перечитывать, смотреть, настраивать себя на покаянный лад. Помоги нам всем, Господь. Бог всех вас благословит, дорогие наши братья и сестры. Субтитры создавал DimaTorzok